Это мусульманская семья моя. И мой дедушка Гали Ахмед, и бабушка моя Микбану, они были классическими татарскими такими родителями, воспитавшими большую семью, огромную семью. И дедушка мой обвязал всех у нас татарских и еврейских мальчиков. И очень такой был уважаемый человек. Но, опять-таки, ничего о Боге, ни о мусульманской теории, ни о еврейской теории я не слыхивал вообще до 12,5 лет. Даже что Бог вообще в природе существует, я не знал. До момента смерти я заболел и умер от пневмонии. Двусторонние воспаления легких и поздно спохватились, и не смогли спасти, оба легких оттекли и констатировали мою смерть. То есть я умер от воспаления легких. Вот так была моя жизнь окончена, первая часть моей жизни. Но это было во благо для меня. Вот сейчас я перед вами живой и здоровый, но что произошло тогда? Я пережил с Богом встречу. Я знал, что Бог есть. Узнал там сразу. Знаете ли, это вот сейчас, допустим, век информатики, век интернета. Вот телефон включаешь, да, допустим, он обновляется, допустим, сразу. Вот у меня андроид. Вот обновляется сразу. Вот и, слушайте, значит, попадая туда, интернет отдыхает. Там такой объем сразу обновления, ты сразу все знаешь. Одним словом состояние то описать мое, это понимание. Тебя понимают, а ты понимаешь. Я мыслил не как там, ну, почти 13-летний паренек. Нет, я мыслил, я все понимал. Я знал, что это Бог. Кто мне сказал? Я как-то сразу знал, что это Бог. И он такой хороший. Ничего плохого не могу ему сказать. И не благодаря христианской теории. Сейчас я там уже подкован в христианской теории. И частично мусульманской, и маудейской. Но при всем уважении ко всем религиозным теориям, практика намного лучше. Ну, помрете, сами поймете. Но не спешите. У нас здесь на земле столько много хорошего, вы не поверите. Большинство людей даже этого не понимают, сколько здесь много хорошего. Большинство людей, даже верующих, к сожалению, не понимает, сколько много хорошего здесь Бог нам приготовил всего. Удивительно. И, друзья, но скажу одно, что он был очень добр ко мне. Я, опять-таки, тоже мысли такие, но там нет такого, чтобы одно подумал, а другое сказал. Там, наверное, политики будут самые несчастные люди. Там нельзя одно подумать, другое сказать, третий сделать. Там ты вот как облупленный. Как на ладони. И я казался себе самым плохим мальчиком, что жил на земле. Мне так казалось. Вообще хуже никого не было. Мне так казалось. Хотя чисто по-человечески все нормально, хорошо было. Но когда пред ним, то совсем другая картина вообще. И вот вопрос, за что он любит. Но это вопрос, он тут же улетучился. Почему? Потому что он просто любит. Глаза, вот, как мама, папа, вот все доброе, что я знал. Даже, вот, простите, если кто понимает, не понимает, но кто любит собак, те понимают. Вот, глаза моей собаки, которая у меня была раньше, тогда она уже была вверхла уже. Вот, была у меня собака, большая собака, и она меня так любила в моей семье. Вот меня как-то все время выделяло. Даже родители были удивлены всегда. И на меня все время она так смотрела, и облизывала меня часто, радовалась, вот, любому моменту, когда я на нее внимание обращал. Вот, я понимал, она так смотрит на меня, вот, вот, даже ей, скажи, жизнь отдать, она отдаст, и даже не спросит, почему, за что, вот, как бы, и что мне с этого будет вообще. Вот, она реально, вот, вот, и, понимаете, вот, даже ее глаза, в сравнении с тем, что там, вот, даже ее глаза, они, ну, растворились в этом все. Вот, это такая любовь не передать. Это я потом уже, вот, теперь я уже знаю, что он действительно, даже его спросить не надо было, он сам отдал свою жизнь за нас. Вот это я сейчас знаю, сейчас-то, тогда же ничего не знал. Вот, но, знаете ли, он вернул меня в жизнь. И я воскрес. И плюс еще был еще, как, бонус такой удивительный, я был исцелен. Что такое умереть от того, что оба легких отекли, а когда я вернулся, оба легких чисты. Знаете ли, ни хрипов, ни свистов, ничего, я дышал ровно, ничего не болело. Вот, попытался объяснить маме, папе, мама была напугана ужасно, мама была напугана, думала, что у меня какая-то галлюцинация была, там что-то еще, значит, и я понял лучше молчать. Я еще не все рассказал тогда еще. Да. Ну ладно, все-таки, бонус мудрость, не все рассказывать. Вот, сразу, по крайней мере. Потом уже прошли годы, я спал некоторые вечные. И говорить родителям. Слава Богу, мои мама и папа, они вот перед смертью, они примирились с Богом. И папа ушел в вечность, примиренным с Богом, и мама. Вот, но, знаете, друзья, я скажу, что сегодня, у нас, наверное, уже и времени, это час уже, но, да, пора и через, знать уже, но, я, значит, хочу завершить чем? Бог любит нас, и Он не просто любит нас, Он доказал к нам свою любовь. Сомневаться, грех, нельзя вообще сомневаться даже. Ведь, ни тени сомнения, Он доказал на крестке, это очень серьезно все. Потом, эту свою любовь Он разливает на всех. Не просто отдельные категории граждан, отдельные религии, традиции, конфессии, нет, на всех, на все человечество. И не просто даже на все человечество, по большому счету. Не будем эгоистами, Бог любит все вообще. А что Он знал? Он художник, меликий творец. Мы думаем, на птенце ворно, что они там, раскричались, а в Библии говорится, они взывают к Нему. Деревья, а от чего деревья качаются? Я в детстве задавал такой вопрос тоже. Теперь я взрослый, я знаю, они рукоплещут Богу. Я теперь знаю, это правда, это истина. Да, можно объяснить это физикой, можно объяснить это, чем угодно, но это будет лишь, как допустим, сегодня благоставляли, да, значит, у нас называется это обручение, обручение, а так это помолвка, помолвка, а потом венчание будет, или же там брак, свадьба. Вот, так что я очень люблю венчать, поэтому я с удовольствием повенчаю. Нет, нет, потому что это одно из моих любимых таинств, даже когда был традиционным священником, священником я, ну, конечно, я все совершал, что надо было совершать, но особенно любил венчание, всегда, особенно любил, это, это потому что, ну, таинство, отношение к Христу и к Церкви, это, ну, и вообще, в этом, жизнь, жизнь, знаете, это, это потрясающе, жизнь любит нас, а мы любим жизнь, понимаем, жизнь наша, сам Господь, если правильно сказать, и, дамы и господа, братья и сестры, в этом временном, сейчас в пространстве, измерения, безвременный и выше времени, временный хок, вечный, и сейчас, по милости Господней, многие из нас, многие, соприкасаются с вечностью, своим сердцем, своим духом, своим умом, сейчас, соприкасаются с великой вечностью, святой, блаженной вечностью, остановись в мгновении, спасибо, Господь, за это, спасибо, 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 благослови народ, своим миром, своим шаломом, благослови, и, покажи, как ты любишь нас, ты каждому этого, из нас, с превеликим удовольствием, показываешь, являешь, через какие-то малые вещи, большие, спасибо, спасибо, и пусть, каждый верующий, каждый из нас, будет посланником, от имени Христа, провозглашающим великое примирение с тобой, потому что ты примирил с собой во Христе весь этот мир, и вся тварь стинает и мучается, весь человеческий род, животные миру, растительные, все стинает и мучается, и тьма сгущается, и муки, все, большее, и схватки, как перед родами, ты объяснял ведь это Господь ученикам своим, это будет как схватки перед родами, они будут учащаться, и это не рассосется уже, это придет к завершению, и будет новая земля, если для неверующих, это конец всего, то для верующих, это лишь начало, это жизнь, и женщина, когда родит, не помнит от всего, этой скорби, от радости, потому что родился человек в этот мир, жизнь, Боже всемогущий, и однажды мы, действительно, на новой земле, в новых небесах, прославим тебя, вечный наш Бог, благослови на родство мира, ну а сейчас, Боже, в эти дни, через каждую из нас, здесь, в Санкт-Петербурге, во всему северо-зарбуду, пробуждение, северо-зарбуду, болящих исцелить, вот свои руки потри, посмотри, не стесняйся, я сам о себе говорю, потому что часто бывает стесняюсь, было побуждение много раз, за кого-то помолиться, а потом думаю, а вот оно мне надо, как бы, а что люди скажут, а как бы вроде не к месту, вроде спешу, что-то еще, а потом локти кусаю, думаешь, потом уже пред Богом, ну сплоховал, опозорился, а когда помолился, и вроде нету сразу эффекта, думаешь, вроде как тоже опозорился, ничего не беда, молись, исцеляй больных, прокаженных очищай, мертвых воскрешай, Бог совершает через нас свое пробуждение, и когда Иисус уходил, Он сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет, Друзья, конечно, здесь говорится в какой-то мере и о водном крещении, безусловно, в какой-то лишь мере, но в контексте всего говорится по-русски, сейчас объясняю вам следующее, со старогреческого скоя, спасибо, опять-таки покойному уже, царству небесному, Януаре, очень хорошо объяснял это, буквально с греческого, со скоя, это можно перевести так, кто поверит в меня, примет меня, там, у веры, как именно принятие, и погрузится в меня, в мою любовь, и примет меня, растворится во мне, а я в нем, он будет жить, потому что баптизу, кстати, использовалась во времена Нового Завета для описания соления огурчиков, любите малосол? Греки не называли его баптизу, баптизу относили, называли лишь те огурцы, которые прошли полностью просолку, и имеют соль не просто на шкурке своей, а внутри еще свежей, ну, своя прелесть есть, да, малосола. Но баптизу они называли греки это, а баптизу называли те огурцы, которые прошли полностью процесс просолки, и соль имеют в себе уже, и они уже соленые, и даже не нужно хозяйке там соли специально сливение греки готовить, просто берут миску соленых, соленых огурцов, нарезают их, все, и блюдо соленое, и вкусно, хорошо, будьте здоровы. И действительно, нет, на самом деле, Бог хочет, чтобы мы просолились им, им, пусть в Венегрете северо-запада, и здесь, в частности, Петербурга, будет много соленых, соленых огурцов, и малосоленых огурцов, соленых огурцов. Так что, товарищи, а до огурца что требуется? Первое, главное, запугать, не дергайся, и все. В этом вторая запугать. И пусть Бог нас благословит. Отец, благослови народ свой миром. Помолимся, друзья. Благослови своим шаломом. Отец, отец, обе, отец, папочка, гроз, оьмерекеха, домагнаэ, воишмереха, яхер, одонага, банабабалэйка, витмунехак, исцар, одонага, банабабалэйка, воясцен לך шалом, бешев, ищуа, камаширух. Ищу оба шикейну. Амэн, амэн, амэн. Да благослови тебя Господь и сохрани тебя. Пусть соль Господа, Его Дух, Его Свет, Он в нас, верующих, вглубь самого, в естество самое проникнет. И никакой не малосол. Пусть весь этот Божий рассол, Он в тебя проник. И ты уже от своих сородичей поглядки, с кем рос раньше, и запахом, и вкусом, и цветом, всем, всем, ты уже часть рассола, ты уже часть этого божественного плана, божественного мира. Боже благослови. Во имя Христа спасибо. Спасибо, Абва, Отче. И пусть, Господь, в судьбе каждый из нас, когда мы в вечности будем, Божий, пусть прославится Твое имя. И то, что мы в этой земле жизни осоняли, вам, Боже, этот прекрасный урожай, закрома Твоей, потому что Ты хочешь, чтобы все мы спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог Ты, и един посредник между Тобою, Богом Святым, и всеми страдавшимся человечеством, человеком, Христос Иисусом, предавший Себя для искупления всех. Аплодисменты отцу, сыну. Аплодисменты отцу, сыну. Скажи, я принимаю Твою милость, Благодать Твою Иисусу. О, пусть любовь Твоя проникнет в каждый уголок сердца. Ты любящий папочка, А воочию Мы взываем к Тебе Как Твой народ, Как дети Твои. Пусть слово Твое Вселяется на забиле. А соли нас. А соли нас. Бух, фу, дой. Глорис, хена, басу, толова. Аллилуйя, аллилуйя. А соли, слава, 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 слава. А соли, слава, 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 слава. Друг святой, сойди на нас, сойди на нас. Сойди на нас, сойди на нас, Святой 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 Зашел на нас Зашел на нас Зашел на нас Зашел на нас Отец, спасибо тебе за день пятидесятницы И пусть как в те дни сегодня на нас Сойдет сила Святого Бога Мы принимаем, Господь Принимаем Твою мудрость и посланничество Принимаем Твою силу Наступать на всех змеи и скорпионов Принимаем, Господь, Твою благодать Мы как Твои дети Благодарим Тебя Аллилуйя 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 У меня просто перед глазами стоит эта картина И понятно, что мы не могли быть ее очевидцами Ее современниками Но это вторая глава книги Деяния Когда они Невинодушно Пребывали вместе На них сошел Дум Святой Он уже сошел Он уже благословил эту землю Он уже благословил свой народ Все, что нужно Тебе и мне Это принять эту силу Принять эту благодать Принимаем, Господь Мы просто принимаем Господь не мерой дает Духа А и мы принимаем Господь не ограничивает, а мы принимаем Бог раздвигает горизонты нашей веры Придел в наших возможностях Придел в западе, Господь и Господь Сошел, Дух Святой Сошел Аллилуйя Спасибо тебе, драгоценный Дух Святой Я молюсь, дорогие друзья, чтобы то, что мы приняли сегодня Мы это понесли в наши дома, в наши семьи, в наши друзья И в этот город во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Пастор Сергей, Отец Сергей, огромное спасибо Вы знаете, это было такой колоритной Я бы сказал, такой эксклюзивным таким посланием Пусть каждого из вас, соленые пучки Кто-нибудь съест и тоже осолится во имя Иисуса Христа И все это скажут Аминь 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 Давайте мы благословим пастора Сергея Вы можете пройти сюда, мы помолимся за вас Мы не... Это был еврейский или язык вот... Да, еврейский Можно мы по-русски? Да, можно Давайте протянем руки и благословим Шесть детей, один внук, церковь, движение, реформация, служение, слово Аминь Да благословит тебя Господь и сохранит тебя Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом Аминь 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 Любимый благословим пастора Сергея Люблю, благословляю, любимые Божьи детки, братья и сестрички Шалом Аминь Дорогие друзья, на одну минуточку, пожалуйста, присядьте На одну минуточку, я сделаю объявление А вы не уходите никуда Слушайте внимательно, особенно те, кто сейчас возле выхода и входа Кто меня не слушает, скажите им там сейчас У нас грядет конференция, региональная конференция церквей и объединения Скиния в городе Москве И она будет проходить следующие выходные 25-26 числа Поэтому все, кто желает и поедет, пожалуйста, Анатолий Спиридонов, поднимись, пожалуйста Подойдите к Анатолию, запишитесь за медицином